Всем привет! С вами Ирина Корнева. А вы видите, какой вид за моей спиной? Что это означает? Это означает, что день Икс настал, и мы приехали на свадьбу в курортный город Сочи для того, чтобы сделать мега-проект для Глеба и Юленьки. Поехали! Корнева Ирина! Слушайте, вы видите, какая я вся мокрая? Мне просто все течет. Вы знаете, за то время, что я нахожусь здесь, приехали мы за 5 дней до начала мероприятия, для того, чтобы пройтись еще раз по всем локациям, посмотреть, все подтвердить и так далее. Мне кажется, что я прошла столько тысяч километров, сколько не находила за последний месяц точно. Сейчас мы с вами находимся в зоне выездной регистрации, но это место не сразу стало нашей зоной выездной регистрации. Честно говоря, это был сложный путь, мы долго выбирали эту локацию, мы пересмотрели множество вариантов и остановились на варианте под названием парк Орджоникидзе, или усадьба, или старинный парк, как-то так называется, имени Орджоникидзе. Все, мы его утвердили, мы увидели прекрасные арки в этом парке, мы были счастливы от того, что у нас будет такая потрясающая зона выездной регистрации, такое потрясающее место. И тут мы начинаем процесс согласования с парком этим. До этого нам жених рассказывает о том, что в этом парке всегда делаются свадьбы, никаких проблем не будет, потому что жених у нас родом из города Сочи. Прекрасно, мы начинаем согласовывать это место, и выясняется, что этот парк сейчас находится на реставрации, и, к сожалению, там сделать регистрацию нельзя вообще ни при каких раскладах. Мы написали даже письмо в администрацию президента, в общем, написали письмо с просьбой разрешить нам сделать регистрацию в этой парковой зоне, потому что мы уже имеем опыт, договориться с теми, с кем договариваться нельзя. Мы так договорились в Крыму с площадкой, мы так договаривались с Питером, чтобы у нас прошло увенчание в Исаакиевском соборе. Думали, что здесь мы тоже приложим все усилия, куда угодно дойдем, до каких угодно вершин дойдем, только чтобы нам сделать регистрацию в этой парковой зоне. Но, к сожалению, нет. Его закрыли, и даже посещать этот парк нельзя, потому что это небезопасно. Именно поэтому мы продолжили наш поиск. Искали, искали, и так мы попали вот сюда. Мы сейчас находимся в Морпорту, это практически самый центр Сочи, это практически самое начало набережной. Вот если посмотреть туда, как раз-таки открывается гладь морская, там множество людей, множество отелей, в общем, много-много красоты. Но нам не хотелось, чтобы было множество людей и отелей, нам хотелось, чтобы была красивая картинка на фоне наших молодоженов. И, по нашему мнению, нет ничего красивее, чем море и яхты. Именно поэтому мы решили, что выездная церемония пройдет именно здесь. Ребята с нами согласились, что здесь будет очень красиво. И дальше мы перешли к моменту выбора декора. Естественно, раз открывается вот такая вот морская картинка, если открывается этот вид на яхты, ни в коем случае нельзя эту картинку закрывать никакими арками, никакими объемными конструкциями, ничем. Нам нужно было подчеркнуть вот эту вот идею с морем, нужно было подчеркнуть вот этот вот колорит местный, нам нужно было показать вот эту морскую пену. Сейчас у нас еще не закончена наша зона выездной церемонии, но у меня уже есть, что показать и что рассказать. Начну с того, что сюда сегодня приехала часть нашей команды, сюда приехал распорядитель, сюда приехала я, сюда приехал человек, который снимает сейчас ваш репортаж, наш репортаж, сюда приехали наши декораторы. А вы уже скачали файл, который я приготовила для невест, организующих свои свадьбы самостоятельно? Нет? Тогда бегом в описании. Мы заказали вот такую вот интересную волну. Волну, опять же, вы нашли не сразу, то есть это все, знаете, в процессе поисков, согласований. В итоге нашли вот эту интересную волну и решили, что нам нужно продолжить вот эту историю с волной. И добавили сюда живые цветы, которые мечтаем, чтобы они не умерли сегодня, потому что сегодня дикая жара. Не представляете, насколько жарко. Гортензия, которая вообще очень-очень капризная к жаре, но Маша всю ночь ее держала при 16 градусах. Мы специально нашли место, где есть кондиционер, разместили наши цветочки вместе, где есть кондиционер, где есть ванна. Они отпаивались всю ночь для того, чтобы сегодня порадовать гостей своей невероятной красотой. И продолжили вот эту форму волны, которая уходит вот туда. То есть вот эта волна идет-идет. Здесь у нас будут стоять молодожены, за их спинами будет вот эта волна, будет градиент. Если вы не обратили внимания, я акцентирую внимание, что здесь градиент переходит от темно-синего к светлому, и в итоге все уходит к белому. Но самая главная фишечка, идея, которая у нас дублируется точно так же в ресторане, это то, что мы решили сделать вот такие вот стеклянные пузыри. Можно сказать, стеклянные. То есть вот такие вот пузыри, которые сверкают на солнце, и вот эти вот пузыри, они уходят еще и туда. То есть вот она, та самая морская пена, которую очень-очень хотелось нам показать в нашем декоре. Маша, ты освободилась? Ты закончила? Практически. Маша, знаете, вот точно так же, как и мы все, мне все пишут и подписчики, и друзья. Ой, Ирина, ты в Сочи, наверное, ты отдыхаешь, наверное, на пляже загораешь. Ой, слушай, классно там, да, вообще, вот я смотрю, в общем, так тепло там вам, у нас все прохладно. Не то, что в Москве. И я, знаете, я такая думаю, какой загорать отдыхать, какой! Мы только к ночи освобождались. Я выставляла в Инстаграм, сколько количества шагов я прошагивала за целый день. Какой загорать, я даже не представляю, когда бы я это успела сделать. Хотя, наверное, если бы я осталась еще на пару дней после этого мероприятия, я бы успела это сделать. Но завтра у нас свадьба в Москве, на которую я тоже обязательно попаду. И сегодня в цвет декора! Я в цвет, но вы знаете, у меня уже все это, конечно, пропитано морской солью, и не только морскую, можно сказать. Забудем, об этом вырезали. Просто, ребят, мы решили, как Ирина сказала правильно, поставить живые цветы в самый последний момент, потому что оно реально... Видите, она готовилась, она сделала, во-первых, в цвет декора голубой, на шкатрос уже, но ничего, в цвет декора. Здесь сережки синие, синее платье. Я дальше в продолжении градиента, ты, значит, стоишь с этой стороны, я с той стороны. Последнюю минутку ставим живые цветочки, иначе тут очень жалко, оно просто не выдерживает, будет очень жалко, если они завянут. И пузыри тоже в последнюю минуту, на самом деле, уже ставили. Потому что солнце, да, мы, скорее всего, под солнцем тоже, они могут немножко попортиться. У нас с ребятами вся подготовка была по скайпу, естественно. Да, они были в Хабаровске, свадьба в Сочи, мы в Москве. Да, вся подготовка по скайпу, соответственно, мы встречались там с определенной периодичностью, и на каждой встрече добавляли что-то, редактировали что-то, то есть делали, наносили какие-то корректировки. И в определенный момент, когда появляется идея с волной, она же не сразу возникла идея с волной. Не сразу, сначала мы, конечно, смотрели варианты арок, ну, конечно, не каких-то нестандартных, но все-таки арок. Ну, сначала мы думали, что Арджоникидзе будет, а там, в принципе, арочные эти своды. Нет, там арочные своды, мы хотели, чтобы этот арочный свод, безумно красивый, такой в стиле классицизм. Увись его розами, как мы это любим. Вот, и мы прям уже даже готовы были нарисовать эскиз, прям вообще очень хотели, но потом все не получилось, да? Арджоникидзе, да, к сожалению. Но у нас сегодня не менее интересное место, тоже историческое, Морпорт, Сочи, тоже, извините, не последняя точка на карте Российской Федерации. Всегда мы идем от площадки, то есть смотрим на место, а какие здесь плюсы, какие минусы. У нас плюс, безумно красивый задний план, это просто фантастика. Это, если не фоткать Морвокзал, может сказать, что мы там где-нибудь, не знаю, на Лазурном Бергуге, во Франции. Причем, если посмотреть, да, вот если бы в ту сторону мы отправили бы, да, в ту сторону, там просто морская гладь остается. Нет, это не просто, это очень дорогой ресторан для яхтсменов. Нет, нет, дело не в этом, дело в другом, дело в том, что остается просто морская гладь, почему я говорю просто, почему я говорю просто. И крыша. Ну и крыша, да. И буны. А здесь, если повернуться сюда? А здесь... Здесь не просто морская гладь, здесь еще яхты, и здесь еще горы. Здесь еще горы. Горы мы любим. В следующем году у нас будет свадьба в Краснодаре, и мы специально искали место, чтобы были видны горы обязательно. Да, там будет лес и горы, тоже будет интересно. Горы мы любим, поэтому, когда повернулись сюда, конечно, было очевидно, что очень хочется здесь. На самом деле, это необычное решение для этой местности, потому что, если вот посмотреть вокруг, да, здесь такая вытянутая вот эта вот площадочка. Очень, да, узкий, длинный такой коридорчик. Да, узкий, длинный коридорчик, и этот коридорчик заканчивается вот такой вот ротундочкой. Ротундочкой, да. И да, можно было бы сделать это в ротундочке, да. Нам же хочется, чтобы это было необычно, нам же хочется, чтобы это было здорово. Во-первых, почему мы решили не делать в ротонде, да? Почему, от чего мы отталкиваемся? То, что за ротонды некрасивый вид. За ротонды реально, ну, хорошо, если у нас стоят ребята вот здесь, предположим, вот здесь, вот здесь, они стоят, ну, здесь, да, здесь хорошо, вид красивый, но там, с другой стороны, вид не очень красивый, и яхты... Как мы тут разместим наших 60 человек гостей? Ну, в общем-то, да, это не та история, хотелось бы, чтобы всё-таки это было что-то необычное, и для нас всё-таки, и для ребят тоже принципиально было, чтобы это было море, потому что, ну, раз уж мы приехали в Сочи, то должны какие-то быть элементы, рассказывающие, что это Сочи. Да, да, нам, эту ротонду мы много раз тоже смотрели, и тоже у нас была такая идея с этой ротонды, мы её оставляли, как самый такой запасной вариант. Размири, какой желтый жук. Слушай, здесь вообще, на самом деле, такие необычные... Слушай, тут что-нибудь сентиментов, тут что-нибудь интересное. Такие зверь необычные здесь, да? Да, таракан вчера помню, а, молодой с собой будет. С собой, стременный таракан был, да? Это было не в ресторане. Нет. Это не в ресторане, не в ресторане. Немножечко порассказываем про волну, про все вот дельфиниумы эти все, да, про все, про все, про вот эту историю с высокими. Я повторюсь, что наша задача была сохранить красивейшую картинку сзади, при том, что у нас вообще-то здесь идёт бортик кованый, который не в нашей палитре световой, скажем так. Вот, поэтому нам нужно было его закрыть, но при этом обзор на прекрасные яхты не закрывать, чтобы он тоже попадал в кадр. Да, бортик, конечно, это лишний элемент в нашей истории. И в то же время вся наша конструкция должна быть достаточно узкая, вот сбоку, да, потому что у нас здесь небольшое очень пространство, и у нас здесь гости сидят, у нас совершенно прекрасные стулья, сделаны рестораном на заказ в Италии, заказные, прекрасная вообще мебель, там сам ресторанчик тут мне очень нравится. Да, и здесь сейчас стулья надо будет немножко по-другому поставить, это мы сейчас сделаем. Но мы, кстати, кое-что не рассказали, да, основную идею-то вообще. Да, да, самое главное. Да, мы тут про ребят рассказали, что они в Хабаровске, что они в Хабаровске, а самое главное, идею не рассказали. Да. У нас сегодня морская свадьба, но без якорей, морских звёзд, раковин, песочка, белых коряжек, канатиков, тканей синих, фатины синего, белого и много-много-много. Вот этих полосатых элементов. Кстати говоря, вот они, может быть, надо подумать на другой свадьбе. Допустим, итальянскую взять, белая-синяя полоска и жёлтый лимон, тоже красиво. Давай, да, подумаем. Подумаем на следующую свадьбу. То есть опять у нас это всё такой тонкой линией. Нам хотелось сделать морскую свадьбу, но стильную, чтобы она была такая прям вот, такая очень стильная, без всяких вот таких всех наворотов. Но в то же время она задавала такой вот, чтобы было понятно, что это море, что это отдых, что это какое-то такое релакс. Да, что попадаете куда-то в красивое место, очень такое курортное, как оно, собственно, и есть. Да, да. Вот. И мне кажется, мы смогли реализовать это. У нас, кстати говоря, одна из фраз нашей свадьбы была «на одной волне». Да. Ребята наши на одной волне. На одной волне, и при всём при этом мы приехали. Прикиньте прикол. Нет, мы бы тебя на одной волне, это да. Но вот прикол, мы приехали, и мы такие только-только переступаем, такие, жив, заходим вот на вот это вот побережье, и видим, стоит огромная сцена. Мы такие, а что за сцена, что за сцена, там уже остались, не пойми, что от этой сцены, да, демонтировали её. Что за сцена, и написано «Новая волна». Мы такие, ну, понятно, всё для нас. Но без нас никак, понимаешь? Без нас никак. И здесь выступали действительно артисты, здесь были выступления артистов «Новой волны». Ребята наши на одной волне, с волной по жизни, со взглядом в одну сторону. А если вы вспомните, то волна – это вот так вот, да? Такой гребеш, его чертичная спенка. И потом у нас идёт переход света. Я должна вам кое-что показать. Я должна это показать? Макетик, конечно. Нет, штука в том, что когда мы только начинаем готовиться с парой, мы создаём чатик. Ну, всегда. Мы создаём чатик и непроизвольно абсолютно… Слушай, я не знала. Да. То есть не знала, но не подумала об этом. И непроизвольно абсолютно, и ставим какой-нибудь обязательно значок в этот чатик, чтобы нам было понятно, что за пара, о ком идёт речь. И мы абсолютно непроизвольно, как только начали подготовку к свадьбе, создали чатик Глеба и Юленька, и посмотрите, что стоит в самом начале. Картиночка-волна. То есть с самого начала, видимо, всё вело всё-таки к тому, что у нас будет на церемонии волна, что ребята будут у нас на одной волне, что это будет именно такая концепция, потому что эта картиночка появилась задолго до того, как была готова концепция для наших ребят. Машулечка, давай, расскажи нам страшную историю о закупках цветов. Ой, девочки. Нет, вообще, если честно, я могу много страшного рассказать о том, что есть в Сочи для декораторов. Это наша коробка с остатками декора. Уехала только что. Во-первых, страшная история, что здесь нельзя делать ночной монтаж. Девочки-декораторы, у нас наверняка смотрят декораторы. Цветы в Сочи надо заказывать заранее намного. И абсолютно не факт, что вам их привезут. Вы сейчас закажите в нескольких местах просто без предоплаты. Ну, реально, потому что я даже в голове не укладывалась, потому что у меня знакомая девочка-декоратор сказала Маша, у нас вот самый крутой центр цветов. Там все декораторы, все свадьбы закупают. Я вчера туда поехала, и мне кажется, я вынесла все, что у них было, и мне этого не хватило. Тут, видимо, другие масштабы, я не знаю. Потом, кстати говоря, тут очень много работают с искусственными цветами, с декоративными. Даже некоторые в основном работают только с ними, потому что монтаж делать, конечно, нереально на таком солнце с живыми цветами, как вот мы сейчас заканчиваем. Вот. Второе, ребята, это площадки. Извините, пожалуйста, у меня площадки в Сочи, но вы работаете некорректно абсолютно. Если вы говорите, что монтаж возможен до 12 ночи, значит, монтаж возможен до 12 ночи, не до 11, не до последнего гостя, до 12. Вот у нас здесь была такая ситуация, то есть... Нам дали время до 12, а потом передумали. Вы знаете, гости у нас ушли, поэтому мы закрываемся. Ну, не знаю, в конце концов, ребята оплатили эту площадку, да, над какие-то... Мы работаем все вместе над мероприятием. Ну, это мы за дело, а им все равно. Да, да. В общем, мы тут сырой. Мы же построили все площадки. Мы разбегали на нашу основную площадку, да. И что касается ресторанов тоже, никто не... Ну, скажу честно, мне просто не идут навстречу. То есть говорят там, девочки, дайте, пожалуйста, нам хватает нового ведра под цветы, сейчас живые цветы просто завянут. Да, типа, что нам хотя бы, хотя бы там, не знаю, ведро, для которого мы мыете пол, мы его помоем, поставим цветы. Он говорит, нет. Ну, это плохие моменты. Есть еще и хорошие моменты. Да, да. И мы вчера полночи реально готовили нашу вот эти... Нашу пену, да. Нашу пену, да. И мы в ночи привезли ее на площадку, потому что ресторан работает тоже до 12. Положили ее уже в то место, где все должно монтироваться. Приходим, а утром половины нету. Потом прибегает уборщица и говорит, ой, а вы знаете, я подумала, что декор с прошлой свадьбы, что его надо выкинуть? Ну, причем мы носили мимо менеджера, который сидел на площадке, и он сегодня тоже там же. Причем мы с ней пообщались. И Елена, да, и мы попросили, Елена, ну, проконтролируйте, потому что вот мы оставляем это, это важный момент для нас, потому что завтра мы собираем здесь пену, у нас будет задник определенный. А потом, Ир, что-то мы о плохом говорим. Это все хорошо. Это все рабочие моменты. Это все технические моменты, да. Да, технические моменты. Просто надо, да, учитывать на будущее, что вот есть такие моменты, и все нужно обговаривать, четко требовать, опланировать. Если говорить про плохое, вот последнее, подведу такой итог, и после этого перейдем к хорошему. А еще в Сочи ни к одному ресторану, ну, ладно, не буду говорить ни к одному. Нет парковки. Еще в Сочи... Подъезда нет. Нет подъезда к ресторану. Хорошего ресторана, по кома, наверное, есть. Нет подъездов. Вот реально, все забито, без ком. Все, 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 все. Машины эвакуируют. Носим на руках, большие расстояния, кого-то оставляем в машине, чтобы не эвакуировали, паркомат не работает, оплатить парковку нельзя. В общем, ну, это моменты, но... Ну, знаете, мне как это... Я еще не вспоминала, когда я была в лагере, у нас такой был девиз. У нас отряд назывался «Пчелы». Чего хотим, того добьемся, куда хотим, туда вопьемся. Про нас прям четенько. Так что, в Сочи, мы все сделали, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, да, мы это сделали, слава богу. И Свет нам сегодня привезли, звук, саду, и решили. Хорошие ребята, да. Сейчас мы побежим, побежим, как так вот. Сегодня, когда я прибежала в ресторан, мне ребята-световики говорят, так, Ирина, вы организаторы, я говорю, да, так, все, давайте рассказывайте, куда нам поставить приборы. И я такая думаю, ребята, говорю, ну вы же знаете, вот нам, смотрите, ключевый момент, это подсветить, они говорят, так, ну давайте подумаем, куда поставим прибор. Это не потому, что ребята плохие, а потому что реально организатор видит больше, он знает, какие задачи реально нужны. И когда заходит разговор о том, нужен организатор или не нужен, ну, конечно, с организатором четче. У ресторана свои задачи, у организатора немножечко не соприкасаются, но еще миллион задач, которые связаны с рестораном. В том числе, это гор, свет, диджей, ведущий. А здесь странно одна функция — накрыть банкет. Обычно мы стараемся вот эту вот зону церемонии оставлять до конца вечера, и в конце вечера, если вы заметили, здесь нет ни одной свечи сегодня. Вы можете спросить, а почему нет свечей? Вы же так красивы. Да, свечи, все плавится, плавится, все выдерживает. И даже дело не в этом, на самом деле, дело просто в другом. Дело в том, что, ну, можно было поставить клубы со свечами, но здесь сейчас это не актуально. Нет, не то, просто не та атмосфера. Если вечером... И это не актуально, потому что мы находимся на другом конце сейчас побережья, на самом деле, мы находимся здесь, а наш ресторан находится вон там, вон туда нужно будет... Пузырик такой. Пузырик такой, да. Вот эта горка... Снизу, высокая серая высоточка, и снизу такой вот... Тортик мы сюда не вынесем, фотосессию мы вечером здесь, к сожалению, сделать не сможем, поэтому все сделано так, чтобы это было именно на дневную церемонию. Именно на дневную церемонию. Дальше происходит демонтаж во время этой дневной церемонии, и мы уходим уже... Ну, мы-то будем уже на площадке, а Мария остается здесь на демонтаж. Сейчас Маша еще попереставляет стульчики с Ксюшей вместе. Ксюша у нас пришла вместе с Ксюшей. Ксюша в туле? Да. Ксюша вместе переставляет стульчики с Валентиной. А мы, в свою очередь, бежим в ресторан, потому что нам нужно рассказать вам, что еще у нас происходило в ресторане. Все для вас, дорогие подписчики, вот абсолютно все для вас. Нам сейчас нужно долететь до ресторана, который находится на другом конце побережья. Я говорю, так, быстренько сейчас берем такси, потому что мне нужно показать подписчикам, какая красота у нас в ресторане. Мне нужно показать, что мы сделали в ресторане, так как дальше мы уже в ресторан попадем только вместе с гостями, с накрытыми столами, с едой. Поэтому мне очень-очень важно показать вам идею и рассказать про ее реализацию. Поэтому бегом сейчас. У нас полтора часа до регистрации. Мы оставляем Ксюшу, мы оставляем второго декоратора и с Машей бежим в ресторан, чтобы показать вам, что мы там сделали. Здесь, может быть, конечно, не видно, но глаз человеческий это очень-очень хорошо видит, как только ты заходишь. Перед тобой открывается просто невероятная морская гладь. невероятная, просто, знаете, ощущение какой-то бесконечности, как будто бы ты вот на краю пропасти где-то стоишь, а если подойти вот сюда поближе, к этому окошечку, то аж дух захватывает, понимаете? Ресторан находится на возвышенности, и действительно ощущение, что захватывает дух от этой вот невероятной морской глади. Мы сегодня решили сделать необычный план рассадки. Прежде чем мы зайдем в зал, будем сейчас рассказывать, что у нас происходит в зале, расскажу вам про то, что будет происходить здесь. Так как люди заходят сюда и видят вот это вот невероятное... Ирина, Ирина, может, у меня вопросы задать? Смотрите, там мы отвлеку на пару минут. Там вот та зона, где мы планируем находиться. Нужно будет убрать эти кусты и стол распорядиться, чтобы... Какой стол? А там стол очень крутой, зад цветами сразу. Так как при заходе вот в эту зону гости перед гостями открывается вот этот вот невероятный вид, мы решили план рассадки сделать именно в этой зоне. И причем мы решили, что это было бы совсем неинтересно, если план рассадки был каким-то обычным... Не знаю, что там, что делать с обычным? Мольверт? На мольверте какой-нибудь там нарисованный план рассадки. Это было бы совершенно неинтересно. Поэтому Маша... Да, Маша распорядилась, так скажем, чтобы план рассадки у нас был более интересный. Пойдемте ближе подойдем. Сейчас пока его нет. Сейчас пока, так как у нас еще есть время на монтаж, Маша остается теперь здесь на монтаже, а мы сейчас пойдем на церемонию. Здесь вот такая вот цветочная гладь. Эта цветочная гладь повторяет нашу волну. То есть покажи, Маша, и вот здесь вот у нас уже готовы камушки, которые каждый гость возьмет себе. Вот такие вот камушки. И они будут лежать вот таким вот образом, эти камушки. А вот здесь будет лежать один большой камень, на котором будет написан номер стола. И таким образом получается, что гости будут понимать, где они сидят. Первый стол, второй стол, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть если посмотреть, здесь вот как раз вот шесть вот таких вот, видите, шесть вот таких вот промежуточков, шесть столов, за которыми будут сидеть гости. Мы вот так вот еще отодвинем, чтобы было понятно. И сделаем вот такой план рассадки. Как вам идея? Напишите в комментариях, как вам такая идея. Естественно, каждый гость может забрать этот камушек себе. У кого-то камушек будет побольше, у кого-то камушек будет поменьше. В дальнейшем, если гости будут, гости, которые приехали издалека, ну, таких гостей будет не очень много, в основном все-таки люди, которые живут в Сочи. Но, в любом случае, это приятный такой бонус взять с собой и вспомнить о том, что когда-то они увидели вот такую вот интересную идею именно на свадьбе у Глеба и Юленьки. Есть что взять с собой. Маленький подарочек, но очень ценный за счет того, что это со свадьбы именно ребят. Теперь пойдемте в зале. Начнем с того, что в зале изначально были другие стулья. Ну, мы любители менять мебель, мы частенько это делаем. В зале обычно стулья такого коричневого цвета. Проходите, да, можно? Коричневого цвета. И нам очень настаивали, чтобы на стульях были чехлы, но так как мы противники чехлов, мы отказались от этой идеи. И полностью поменяли стулья. Мы привезли вот такие вот стульчики специально для наших молодоженов. Вот такого золотого цвета. Да, понятно, что можно сказать, а почему золотые, почему непрозрачные. Казалось бы, не так просто найти на самом деле прозрачные стулья, чтобы они были именно такие. Это раз. А во-вторых, так как у нас в зале очень много таких вот оттенков, ну, если посмотреть, теплых оттенков дерева, золота, у нас люстры, да, вот такие вот торжественные. И нам хотелось, чтобы все-таки было правило двух, и чтобы где-то хотя бы это дублировалось. Поэтому стульчики мы решили все-таки оставить вот такие вот. Впервые у нас стол вот такой вот необычной формы, он овальный. И специально вот эти столы шились скатерти. Причем, обратите внимание, что скатерти у нас сегодня в градиенте. Смотрите, две вот такие скатерти, голубые. Дальше две скатерти более яркие, голубые. И дальше темные-темно-синие скатерти в самом конце. То есть по две скатерти в градиенте. Если вспомните, этот градиент у нас также был на нашей волне. Композиции было решено. Но сначала мы думали сделать высокие композиции, честно. Но в итоге подумали, посвящались, решили сделать композиции вот такие вот вытянутые. Композиции с живыми цветами, естественно. Ну здесь микс, но в основном здесь живые цветы. И большой такой номерочек. Далее, вот эта вот вся сервировочка, которая есть. Сервировочка от ресторана. Сервировку мы не меняли в данном случае. В нашей композиции также повторяются вот эти вот пенные наши пузыри, которые у нас также в арочке. И которые сейчас Маша монтирует на президентный стол. То, что у нас будет за спиной на президентном столе у наших молодоженов. Мы, конечно, за то, чтобы президентный стол был самый необычный, самый красивый. Чтобы он отличался от всех остальных столов. Потому что все внимание в этот день на наших царей, на наших королей, на наших самых главных людей этого праздника, на наших молодоженов. Поэтому нам хотелось, чтобы президентный стол это было что-то просто невероятное. Поэтому, Маша сейчас делает монтаж президентного стола Мы заказали вот такой вот большой прозрачный президентный стол Ну, не прозрачный, он вот с такими вот Ну, пойдемте ближе подойдем, что уж я издалека вам рассказываю, показываю Он реально огромный такой столик Ребята будут сидеть за этим столом вдвоем, действительно, как цари-короли Здесь у нас вот такие вот бусинки, да, это как будто бы капельки Все-таки у нас же морская тематика, нам очень хотелось вот эту морскую тематику продолжить Поэтому вот эти капельки, которые здесь есть, они очень-очень подходят под нашу историю Плюс этот стол будет светиться, он подсвечивается снизу вот здесь, там встроенный светильничек на этом президентном столе И, конечно же, мы заказали свет, так как ни одно наше мероприятие, как вы поняли, не проходит без световых приборов Для нас это реально важно, чтобы световые приборы были Поэтому здесь сегодня у нас по всему залу есть свет, в том числе у нас есть свет, лет светильники, которые лежат вот там вот внизу Цветы композиции Маша еще не доделала, здесь сейчас идет монтаж, Маша доделала композицию Также вся композиция есть из живых цветов Для Юленьки это был очень важный момент, чтобы, принципиальный, я бы сказала, момент, чтобы цветы были живые И композиция такая большая, убивающая, доходящая практически до середины стола И бокальчики, да, вот Маша привезла эти бокальчики Смотрите, они как пузыри, они реально как мыльные пузыри, да? Они как мыльные пузыри И сегодня с пирса, вот там вот с пирса, выход будет на балкончик И на пирсе у нас будет фейерверк Причем, ребята, в последний момент решили, что фейерверк будет более мощный И выказали более мощный фейерверк, прям буквально последние пару дней Поэтому фейерверк сегодня будет просто огонь, огнищий пожар Мы выйдем на балкончик, потому что здесь есть балкончик, здесь есть откуда посмотреть этот фейерверк Поэтому мы выйдем на балкончик и все это будем смотреть на балкончик Корнева Ирина, Корнева Ирина, она по любви. Банкетный зал, побережье веранда, рядом с Ириной крутая команда. Каждая девушка свадьбы достойна, веселой и красивой Ирина спокойна. Она на вопросы знает ответы, только для вас открывает секреты. Сказка становится с нею реальной, ваша свадьба может стать уникальной. Корнева Ирина, тысяча три сообщения в личке. Корнева Ирина, она по любви, не по привычке. Корнева Ирина, тысяча три сообщения в личке. Корнева Ирина, она по любви.